Доброе утро! Вот у нас Полина караулит, как всегда. Я проснулась некоторое время назад, чтобы приготовить завтрак. Мамочка у меня тут уже занимается, уже на заводе с квасом. Да, мам? Вот, посмотрите, как готовится самый вкусный квас. Он сейчас сливается готовым. Он сливается, да. Готовится будет после слива готового. Вот какой цвет. Папа мой сухари вот эти сушил. Хорошо он осушил. Так, я сейчас буду... Каша готова. Мама сделала детям мамку. Я тоже делаю манную кашу с недавних пор. В Мигресе нашла вот такую вот маночку. Ирмик называется. Только в Мигресе я видела. Если вы где-то еще видели, подскажите. Утром я в своей старой кофте. Потому что мне как-то утром уже даже прохладно, мама. Да, да. Мама удивляется. Как это может быть прохладно? Вот так вот, вот так, ребята. Так, надо взять творог. Турецкий творог. Два яйца. Я использую только желтки. Я белок не кладу. Мама, ты кладешь белок? Когда сырники делаешь. Кладешь, да? А я не кладу. Мне вот больше так нравится. Не задумывалась даже, да? Так. Что-то у меня тут. Что вот я вам никогда не показывала, так это вот эти вот дела. Эти вот дела, да, мама? С крышками надо разограться. А знаешь, что я ищу, мам? Емкость, чтобы... А, ну вот она. А еще прозрачная была. Где? Тут чистая. Прозрачная была еще, да, стеклянная такая. Она в холодильнике. Тоже занята? Сейчас освобожу эту. А, ладно, не страшно, я возьму, знаешь что? Вот надо, кстати, емкости купить. У меня вот две емкости. И я стала замечать, что мне не хватает. Я сейчас кастрюлю сделаю, мама. А, хорошо. Да. Смотрите, как много. Даня пьет, ну просто без остановки. Он такую огромную бутылку с собой в школу оперет. А вчера приходила девочка, одноклассница, подружка Софиина. И Софика густила ее квасом. Мама, она не поняла этот вкус. Что Тула сказала? Мама сказала. Поморщилась, наверное. Что она ничего не сказала? С Эвмером сказала. Да, кружку Софии. Чтоб добро-то не пропадало, правда, мама? Добро не пропадало. Так, сырники я буду готовить вот на этой вот большой сковородке. Только неудобно делать все одной рукой? Вот спрашивайте, почему Ира не снимает утром? Потому что это все очень неудобно, ребят. Честно говоря, мы перед вами уже в долгу. Мы совсем пропали. Поэтому я говорю Марису. Марис, давай встану, поснимаю нашим дорогим подписчикам наши утренние дела. Да, мам? Да. Как обычно это все происходит. Детей я буду в 7.15, сейчас уже 7.02, мне пора делать сырники. Поэтому я на телефон-то уберу. Сейчас он у меня в сковорода упадет. Горячая. Так. Я кладу половину вот этой упаковки. Я уже начала торопиться, потому что... Посмотрите, какой творог. Хороший. Такой густой. Далее. Далее. Мне нужны только желтки, как я уже сказала. Поэтому... Убираем. Оставляем нам только желточки. Дальше. Дальше. Ну-ка. Муку лучше просеивать. И на вот эту пиарину, творога, да, что я положила, я использую где-то 3 ложки муки. Сейчас у меня мука не самая полезная. Советую либо из гречки, либо безглютеновую. Мы вчера забыли с маму все купить. Ну, ничего страшного. Так. Где-то вот я вот так беру, да, с горочкой. Все рассеиваю. Когда я замешиваю, я уже, я просто чувствую уже этот творог, знаю эту муку, поэтому я чувствую, что, ну, может быть, добавить надо. Я никогда не переварщиваю, но я могу не доложить эту муку. Немножко сахара кладу. Во всех рецептах, скажите, вот пироги, например, делать. Как много сахара надо кладить. Я никуда не кладу это, только сколько написано в рецепте. Потому что у нас, что у нас есть, мама, для сырников? Сгущёнка. Сгущёнка у нас, да. Я люблю добавить ванильный сахар. Тоже. Чуть-чуть. Вот, столичка. Все, этого достаточно на наше количество творога. И щепоточку соли. Все, мы теперь замешиваем. Сковородка наша уже нагрелась. Я очень сейчас похожа на Юлию Высоцкую. Когда были маленькие, мы, кстати, смотрели, помнишь, папа все говорил, ну как, как вот она так все быстро делает? А недавно мемы появились, ты знаешь, да? Мемы на Юлию Высоцкую, что, оказывается, она очень плохо делала сырники. Те же сырники, ты видела в интернете? Но они все у неё разваливались. У меня по сравнению с её сырниками, не знаю, королевские какие-то сырники. Не знаю, почему мне в детстве казалось, что она просто идеальная, да, вот, как назвать, не кухарка же, повар. Кулинарка. Кулинарка, господи, я ещё не проснулась. Кстати, сколько сейчас? 7-10. Вот. Когда мне хочется идеально круглых сырников, в принципе, можно и сейчас. То вот таким простым способом я это делаю. Высыпаю немножко муки. Высыпаю немножечко муки. Беру вот такой стакан. Да? Ну, чтобы было круглых. Вот так вот. Ну, вот я чувствую, что достаточно мне было муки. Достаточно. Ну, и как вот. Вот так вот это получается. Можешь поближе покажу. Я сейчас просто мало взяла. Вот так вот. Крутим, крутим, крутим. Всё. И отправляется у нас коварок. Надо только масло добавить. Вот так они потихонку. Наши сырнички жарятся. Вот шкварчик. Звук, да? Аккуратненько. Абам. Уже, в принципе, их можно выключать. Они и сами дойдут на этой сковородочке. Уже золотистая корочка есть. Можно и выключить. Выключаем. Так, я хочу заварить кофе. Вы потом напишите, как вам вообще вот такая вот наша обычная утренняя рутина. Она неспешная, неспешная, потому что я заранее всегда встаю, чтобы спокойно собрать детей. Так. Так. Я сейчас пью вот такой кофе. Он без кофеина. Это тоже Мехмед и Фенди, но без кофеина. И мне нужно вот такую вот ёмкость купить, наконец-таки. Так. Давайте возьмём и вместе с вами заварим утренний кофе нам с мамой. Так. Вот так неудобно. Как блогеры одной рукой всё делают? Я привыкла, что муж снимает? А, Марёс Бэй? Скажи. Так. Ладно. Давайте я поставлю камеру и сделаю. Всё. У меня две руки. Ура! Один. Два. Две такие небольшие кладу обычно. Наливаем нашу водичку. Главное не перелить воду, а то кофе убежит в этой машинке. Я даже не перемешиваю. Сразу так кладу. Всё. Кофе сам готовится. Ну вот, детки уже проснулись. Помашите, сонные мои. Сейчас мы будем смотреть сериал. Мы начали смотреть новый сериал. Как он называется? Сир-каль. Эвиэт, да уру. Тёрное сердце. Он снимался в Каппадокии. Очень красиво снять сериал. Актёры хорошо играют. Ну и потом, самая главная практика. Практика турецкого языка. Так, всё готово. Кашу вам накладываю. Сырники после каши. Чай будете, да? Да. Видите, Соня тоже холодно. Но в одеяле. Всё, выключаем. Мы тоже в детстве рожицы, смайлики такие рисовали вареньем. Мне вот мамочка, да, рисовала всегда. Теперь вот внучатым. Так, теперь черёд сырников. Сырники со сгущёнкой. Со сгущёнкой из Эстонии. Мама привезла. Ой, ой, ой. Танцы, танцы. Шмансы, обнимаются. Даня сырники у нас не любит. Сейчас я сделаю. Вот. Ну, мы особо по этому поводу не грустим, потому что нам достаётся больше. Больше нежных, вкусных сырников. Да, Соня? Вкусно? Вот. Я сейчас допиваю воду. Где-то через минут 20 буду завтракать. Мамочка, а ты завтракала? Нет ещё. Посмотреть сериал время есть вот только утром. Вечером Даня с мамой книги читает, которые мама привезла. А Сонечка, да, картины делает этими стразиками. Ты когда пойдёшь одеваться, давай покажем, что ты уже успела сделать. Ты почти заканчиваешь уже. Может, моя подруга Туба придаёт Тубе привет? Нарова Туба. О, чёки я кодаж, чтобы она нам чёк с сэвьё. Вот так. Так что вот так вот у нас каждое утро проходит. Если моя ЛПС смотрит, как бы лучшая подруга смотрит меня, то я её очень люблю. А у меня сеструнку Олю. Вера. Верочка, да. Я сеструнку Олю. Серафима. Ну, Серафима друг. И Трофима. Всем большой привет в Эстонию. Вкусно. И ещё я передаю привет Тимуру и Николь, и Эдику Эрику, и Астёму. Всем привет. У нас, знаете, сегодня, как на радио, знаешь, мама? Передают приветы на утреннем радио. Вот так же и София. Мам, кофе готов? Ты можешь себе уже наливать. Или давай я поухаживаю? Я поухаживаю. А я достала? Я знаю, ты уже достаёшь. У нас София в прошлом году не доставала до кружек, до верхних, а в этом году, видите, вот уже достаёт. Да, девочка растёт. Ой, как они вчера с подружкой у нас дома танцевали. Мы с мамой обхохотались, когда видео смотрели. Вообще. Но я вставить, наверное, не могу, потому что мы не знаем разрешения, во-первых. Мы не будем это делать. Пусть остаётся в личном архиве. Ну, поверьте, это просто очень спешно. Молодцы, девчонки. Зажигаете. Шанти, как всегда, спала вместе с Даней. Пойдём, ты хотела показать нашим подписчикам, хотела показать картину. Пойдём, покажешь. Пойдём. Ух ты. Надо на свету показать. Видно. Как она блестит. Я сегодня после школы закончу картину. Буду открыть новую картину. Куда её повесим, дочерка? Сюда? Красиво. Хорошо. Повесим. Повесим. Молодец. Какую следующую начнёшь? Где у тебя остальные? А, вот, вижу. Ну, это мне очень нравится. Я не могу делать её в самой посредине. Покажи, какой. Вот такая очень красивая, но я не знаю, как она вообще с тразиками. Такую девушку. Ну, да, вот, смотри. Diamond painting. Ну, я, наверное, буду делать вот эту. А, вот эта следующая, да? Да. Хорошо. Я не видела у нас в Мерсине такие. Поэтому, ну что, придётся заказывать из Эстонии, да? Да. А если вы знаете, где в Мерсине продаются такие картины со стразиками, напишите, пожалуйста. Приедем, купим Софии, да и Даниэль тоже сделал бы с удовольствием. В коробочку, в коробочку, конечно. Полинка. Полинка. Чискать её люблю так, да? Хорошая девочка, хорошая, красавица наша. Полинка как собачка, да, Саня? Да. Характер такой вот у неё. Очень привязана к нам. Всё время рядом ей нужно быть. Спать с нами. Когда мы едим, она тоже хочет быть с нами, но мы дверь на кухню закрываем от неё. Полинка. Ну всё, наверное, пора уже выходить. Ну всё вот такие вот, туда. Да, ушки, да. Пора уже выходить. Портфель готов? Всегда готов. Кстати, подождите. Кстати, подождите. Что? У кого такая есть ручка? Смотрите, они шевелятся. У девочек. Шевелятся. Открывается. Если кто-то ещё, если кто-то купил, но она не получается, то открывается там вот так. Это именно ручка. Она мне очень нравится. Так, Полина уже начала мыться. Важными делами заниматься. А мы пойдём на выход уже, дочур. Пойдём. Темновато, конечно. Снимай тогда светом. Вот так получше. А? Уже не темновато. Смотрите, какие скотчи. Скотчи с блёстками. Ой, что только нет сейчас для детей. Правда? Вот зайдёшь в канцелярию. Ой, сложно выйти. Ну, это можно купить в шоке. Ну, мы же всех в асберии. Вот эти уже большие. Вот это я купила в асберии, а вот это в шоке. Я взяла себе крючки, потому что они уже маленькие стали. Ну, вот так София вам всё показала. Она бы с вами тут ещё весь день вам всё бы показывала. Ну, тогда она опоздает в школу. Пойдём. Василий, да. Пойдём. Всё. Пойдём. Бери портфель, пойдём. Девочки провожают. Шанти. Белла. Полли. Дети обувь протирают. Сейчас мама их проводит. Трансфер приедет. Готовы? А вот туда можно выбросить уже мусорный пакет. Готов? Из первого класса. Давай, люблю тебя. Сильно-сильно. У меня у меня будет рюкзак новый с четвёртого. Да, сыночек. Люблю тебя. Хорошего дня вам, детки. Учитесь хорошо. Шепчет мне. Шепчет, шепчет на ушко. Всё, давайте. Пока-пока. Хорошего учебного дня. Купи на ушко. Смотрите. Мусочки посмотрите. Мамушка купила. Да. Сердечко. Здесь не очень видно, но мы тебе верим, что там сердечко. С вами в школе будут смотреть маму. Вот танцовщица-то растёт. Ну всё, пока-пока. Девчонки. Вот уже вечер наступил. В гостях у Софии подружка её, одноклассница. Они сейчас там опять танцевали, хохотали. Даня моется. Сейчас тогда девчонки пойдут провожаться. Они рядышком живут, семья Тубы. Они вчера Шанти замучили. Сегодня она спряталась, чтобы они её не украли к себе в комнату участвовать в танцах. Я говорила о том, что я спросила у Тубы, можно ли показать, как мы с ней танцевали и выложить в эту Ютубу. Она сказала, что да, ей мама разрешает. А, можно, да? Угу. Улур, да? Хорошо. Ну, я кусочек тогда, наверное, мы поставим с Мариусом. Самый смешной. Ну, там главное, чтобы мы с ней танцевали. Мы ещё наснимались. Я сейчас ходила на море, так устала. Я довольно долго плавала. Знаете, я вообще в эту комнату практически не захожу. Так странно. Каждый раз такие ощущения, как будто я вообще попадаю в другую квартиру. Тере-Тере. Всем огромный привет. Добрый вечер. Вот я вышел в конце сегодняшнего влога. Спасибо большое Ире. Что-то она сняла утренний влог. Показала вот как обычно. Утром тут на кухне у нас всё бурлит. Ну, как бурлит. Сами видели. На самом деле всё тихо, спокойно. Завтрак. Турецкий сериал. Вот. И вот трансфер приезжает и отвозит детей в школу. А потом вот удобно тоже в школу их привозят обратно. Я немного приболел, поэтому на чуть-чуть вышел с вами поздороваться. У нас вот вся прошлая неделя была занята в том плане, что у нас подписчик, вот клиент, купил квартиру на Средиземном море. Мы, кстати, даже снимали вот кусочками. Вот постарался снять, чтобы человеку на память остался и вам показать, вот как вот эти все рабочие моменты у нас проходят. Ну, вот насколько было возможно снять, я снял. Но единственный момент, вот наш подписчик подпросил, чтобы я этот влог выложил бы второй половиной ноября. А всё из-за того, что вот родные нашего подписчика смотрят, а он хочет сделать сюрприз. Сюрприз, да, сюрприз для родных. Там будет дата кое-какое. И вот после того, когда сюрприз будет сделан, мы обязательно ещё свой сюрприз сделаем и выпустим этот влог. Так что ждите, пожалуйста. Ещё у меня в планах снять в ближайшие дни влог, рассказать про банк, про один банк, который находится в Казахстане. Но я думаю, таких банков на самом деле очень много. Прямо предупредить. Предупредить, чтобы не связывались бы или были бы люди более аккуратными. Потому что просто дурят людей. Просто дурят людей. Но более подробно я сниму, обязательно расскажу. Ну, вроде вот так. Да, я уже сказал, да. Проблем. Да, потому что тут целая головная боль была. Хорошо, всё удачно, всё сложилось, всё как надо было. Но более подробно расскажу вам. Сниму. Сниму такой влог, где расскажу. Ну, что, наши хорошие, вот такой сегодня у нас влог получился. Можно сказать, экспромт-влог. Благодаря Ире. А я сейчас буду дальше лечиться. Я думаю, продул. Продул, потому что мы вот постоянно кондиционеры. Ездим туда-сюда. Может, потел. Спина вот особенно у нас. Незаметно потеет. И вот, может, продуло. Так что буду лечиться. И когда выздоровлю, обязательно, вот как обещал, сниму вам влог. Не терять. Всем хорошее настроение. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok